О продаже сим-карт по паспортам заговорили больше года назад, а на днях президент подписал закон о мобильной реформе. Владельцы самых крупных операторов связи негодуют, нововведение принесет немало проблем. Теперь купить симку в киоске, магазине или с рук на улице будет нельзя. Значит, должна быть специфичная торговая точка, в которой можно было бы эту всю процедуру выполнить. Усложнится возможность подключения абонентов, которые живут в населенных пунктах, в селах, в маленьких деревнях. Уже на следующий день после принятия закона в торговых точках одной из мобильных компаний начали массово скупать сим-карты. Киевстар зафиксировал рекордный спрос на стартовые пакеты предоплаченной мобильной связи 17 января 2014 года. В этот день покупки стартовых пакетов предоплаченной мобильной связи Киевстар во всех точках продаж увеличились в 15 раз по сравнению с обычным периодом. Покупка сим-карты по паспортам – норма для многих европейских стран, например, Польши, Италии, Испании и Германии. По мнению депутатов, закон призван бороться с черным рынком нелегальных мобильных, спамом и, самое главное, телефонным терроризмом. Но старые абоненты, а это десятки миллионов людей, так и останутся неидентифицированными. Да и для новых пользователей мобильной связи обходные пути найдутся, уверены специалисты. Как пример, приводят опыт в России, где уже много лет сим-карты продают по паспортам. И там существует так называемый черный рынок. Входятся люди, которые используют, будем говорить, реквизиты тех же самых банджей, пенсионеров или еще кого-то. Преступники давным-давно уже научились обходить такие законы, которые действуют в России, в Белоруссии. Поэтому в преступном мире опыт перенимается очень быстро и границ там нет. Правозащитники говорят, новые правила нарушают права человека на частную жизнь и создают немало неудобств для клиентов. Это порушает права человека на свободу общения. Лишний раз персональные данные отдавать, соответственно, не хочется. Те, кто учится в техникуме, у нас же нету всех паспортов. А была возможность покупать, а теперь не будет такой возможности. Вообще законы, в которых права граждан сужаются, а право государства расширяются, они все направлены на свертывание демократии. Такие законы – это шаг в сторону авторитаризма. Еще один новый пункт в законе о телекоммуникациях касается сети интернет. В правительстве решили ограничить для пользователей доступ к некоторым сайтам, которые распространяют противозаконную информацию. Ложные источники будут определять специальная комиссия, а не суд. Кто будет выступать экспертом – пока не ясно. Новый закон, который раскритиковали и мобильные операторы, и правозащитники, и обычные люди, вступит в силу этой весной – 1 мая. Мария Жикова, Виталий Осьмачко, Павел Кубраков, Медиагруппа «Объектив». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова